Качество питьевой воды в ряде районов республики до сих пор вызывает тревогу. Как в республике намерены решить эту проблему, сегодня обсуждали члены правительственной комиссии по охране здоровья. Подробности в следующем материале. На качество питьевой воды жители Парецкого района жалуются не первый год. Спикер госсовета Валерий Филимонов недавно убедился лично, что в общественных колодцах муниципалитета содержится большая масса иловых осадков. Наливают ведро и к утру, на ночь осадок сантиметров 5. Вот такая вода, она реально такая. Главе районной администрации было дано поручение о разработке проекта по подсоединению сети к новому водозабору. Однако проект он сделал только на реконструкцию системы водоснабжения в самом поселке от старой скважины, то есть от существующего водозабора к новым пробуренным. Они уже готовы, стоят и вода изучена, соответствует. Вот эта работа не ведется. Есть предложение со стороны Минстроя по строительству станции по безжелезованию на существующем. Новые станции, потому что у них существующие не работают. Некачественная колодезная вода – проблема большинства южных районов. В Роспотребнадзоре по республике говорят, что в муниципалитетах назрела необходимость обустройства водоводов. Вернуться к вопросу строительства группового водопровода в Шамышинском районе, а также в Урнарах и в Бреслинском районе нужно уже достроить водоводы для более эффективного использования. А в Урнарах еще и технологию очистки нужно пересмотреть. Руководитель ведомства отмечает, что необходимо продолжить работу по установлению зон санитарной охраны источников. Нередко во время проверок специалисты выявляют в питьевой воде повышенное содержание бора, железа, марганца и сульфатов. На здоровье человека это сказывается не лучшим образом. Не соответствует гигиеническим нормативам более 16% против 20% в 2015 году. Наиболее проблемной по санитарно-химическим показателям остается вода из водоисточников в Баттеровском, Вурнарском и Бреслинском, Комсомольском районах. Проблема некачественной питьевой воды может решиться после перехода на подземные источники. Но в ближайшее время сделать это нереально из-за больших затрат. К этой очень важной для населения теме решили вернуться на одной из сессий Госсовета Республики. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Продолжение следует...